Традиционная операция «Безопасная дорога», проводимая сотрудниками госавтоинспекции, стартовала в среду 15 февраля. Цель операции заключается в профилактике происшествий с участием пешеходов, обеспечении их безопасности, а также в снижении количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. По итогам 2016 года на территории Свердловской области произошло 911 наездов на пешеходов, в результате которых 137 человек погибли и 809 получили травмы различной степени тяжести. При этом 254 ДТП произошли на пешеходных переходах. На территории Азбеста зарегистрировано 19 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 5 человек, а еще 16 получили ранения. На пешеходных переходах Азбеста было допущено два происшествия. В рамках профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД проведут рейды вблизи пешеходных переходов. Под пристальным вниманием будут как пешие участники дорожного движения, так и водители. Отметим, что контроль за дорожным движением инспекторы ДПС будут вести открытым и скрытым методом. Для метода скрытого контроля используется обычный автомобиль без цветографических схем. При этом обеспечивается взаимодействие нарядов скрытого контроля с другими нарядами дорожно-патрульной службы. Доказательство нарушения фиксируется на видеокамеру, которая затем предъявляется пешеходам или водителям. Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» продлится до пятницы 17 февраля. Госавтоинспекция города Азбеста настоятельно рекомендует и пешеходам и водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Более полумиллиона жителей Свердловской области получили доступ к сверхбыстрому интернету. Сёрфить по всемирной паутине на скорости 4G теперь можно в Азбесте, Серове, Каменске-Уральском, Заречном и Нижнем Тагиле. Там прошла презентация новой скоростной сети. Мобильный интернет стал в 10 раз быстрее. Полное погружение в виртуальную реальность, космос, времена рыцарей и лучников или же аттракцион «Американские горки». Гости презентации «Мегафона» на себе испытали то, как из мира реального можно попасть в виртуальный. И всё это с помощью 4G. Если раньше скачивать любимое кино приходилось по несколько часов, то теперь всего за пару минут. Всё дело в сверхбыстром интернете. Я понял, насколько это круто, когда на ютубе ролики в Full HD качестве или больше открываются без задержки, когда не только в центре, но и в других районах города у тебя есть быстрый доступ к социальным сетям. За быстрый интернет оппонентам доплачивать ничего не нужно. Мегабайт стоит столько же, как и в привычном 3G. Вот только скорость выше в 7 раз. К примеру, около 200 фотографий можно сейчас за одну минуту загрузить в социальные сети. К примеру, взять, если популярный сериал «Игры престолов», то сейчас все выпущенные серии на текущий момент можно закачать примерно за 3 часа. В Мегафоне отмечают, что с запуском технологии LTE в зону действия быстрого интернета попадают более 70% свердловчан. Чтобы стать быстрее вместе с Мегафоном, связисты советуют проверить на совместимость свой смартфон и сим-карту. Нужно, чтобы ваш телефон поддерживал технологию 4G и чтобы у вас была сим-карта нового поколения и сим. Если ваша сим-карта не поддерживает 4G, достаточно пойти в любой салон связи. Компания Мегафон. И вам бесплатно сделают замену этой сим-карте. В салонах Мегафона можно купить и новый гаджет. Стоимость смартфона или планшета, поддерживающего технологию 4G, приятно удивит даже самого требовательного абонента. Лада и Брайт Парк знают, что делают люди, которые мечтают о новом автомобиле. Все просто. Они приезжают в Брайт Парк и покупают новую Ладу Гранту своей мечты. Есть мечты? Будут и возможности. Кредиты в ВУЗ-банке. На ремонт? На отпуск? На любые ваши цели? Только по паспорту за 15 минут, чтобы вы могли реализовать свои мечты. Азбест. Проспект Ленина, 16, дробь 1. Сдаются площади в аренду в городе Азбест по улице Королева, 28, поселке Ревкинский по улице Молодежная, 16. Телефон 204-72-36. Ход города 343. Приезжают в Брайт Парк и покупают новую Ладу Веста за час. Спасибо, что остались с нами, а мы продолжаем выпуск. Кинотеатр «Прогресс» отпраздновал свое 55-летие. Глава администрации города, коллеги и сетевые партнеры поздравили с юбилеем одной из ведущих в учреждении культуры России. Гостей торжественного мероприятия, посвященного 55-летию киноконцертного театра «Прогресс», уже на крыльце встречали музыкальные произведения в исполнении Муниципального духового оркестра имени Борисова. На празднование юбилея пригласили ветеранов кинотеатра, руководителей городских учреждений культуры и искусств, сетевых партнеров поздравила коллектив кинотеатра глава администрации города Наталья Тихонова. Она отметила ту важную роль, которую играет это учреждение в жизни азбестовцев. Нет, наверное, в городе ни одной семьи, где могли бы даже предположить не прийти сюда. Могу отметить, что кинотеатр сегодня меняет многие позиции. Посмотрите, какие замечательные концерты здесь организуются. Самые современные фильмы мы можем с вами видеть не в областных центрах, не через социальные сети интернет, а здесь, вживую. В связи с юбилеем лучшим работникам кинотеатра были вручены почетные грамоты главы Азбестовского городского округа. С поздравительным словом к коллективу обратился заместитель председателя Думы Азбеста Валерий Белошейкин. Сегодня, в этот юбилей, хочется поздравить коллектив с юбилеем, пожелать здоровья, успехов, любви и внимания близких. Особое поздравление хотелось бы сделать ветеранам, присутствующие здесь Антонине Ивановне и Александру Павловичу. Ведь именно они со своим коллективом писали историю кинотеатра «Прогресс». День юбилея учреждения чествовали ветеранов, которые стояли у истоков Азбестовского кинематографа. Антонина Фрайнберг, возглавлявшая кинотеатр «Прогресс» до 1992 года, пожелала молодому коллективу здоровья и дальнейших успехов. Также в этот день звучали поздравления от сетевых партнеров кинотеатра и представителей Свердловского фильмафонда. От имени Министерства культуры Свердловской области, лично от Светланы Николаевны Учайкиной, поздравить коллектив кинотеатра, пожелать всего самого наилучшего, а за плодотворную работу, значимый вклад в развитие кинообслуживания населения на территории Свердловской области и в связи с 55-летием со дня основания учреждения коллективу вручить благодарственное письмо Министерства культуры Свердловской области. Поздравления в адрес коллектива кинотеатра прозвучали от коллег из сферы культуры города. Концертная программа была подготовлена творческими коллективами Центра культуры и досуга имени Горького, ансамблем и музыкальной школы и колледжа искусств. Стоит отметить, что по итогам 2015 года кинотеатр «Прогресс» вошел в национальный реестр ведущего учреждения культуры России. Татьяна Мельникова, Владимир Денисов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова